Доброе утро, уважаемые коллеги, доброе утро, председатели. Очень приятно вас всех видеть здесь, на этом хорошем конгрессе, как обычно. Темой моего выступления будет лекарственное лечение медулярного рака щитовидной железы. Сегодня немножко Замера Ахмедовна коснулась этой темы. Я постараюсь немножко расширить ситуацию и более подробно рассказать, что сейчас в настоящее время происходит при лечении именно этого заболевания. Я думаю, что здесь вполне подготовленная аудитория, которая понимает, что медулярный рак щитовидной железы происходит из циклеток, продуцирующих кальцитонин. Мы на сегодняшний день знаем, что 20-25% больных – это все-таки наследуемое заболевание, в частности, синдром МЕН-2 и семейный наследуемый медулярный рак щитовидной железы. Всего 4% от всех случаев медулярного рака щитовидной железы – это достаточно нечасто встречающиеся заболевания. Но все-таки, знаете, представляет собой неприятную особенность. Посмотрите, это 13% в структуре смертности рака щитовидной железы. То есть, в принципе, вроде бы нечасто встречаемое заболевание обеспечивает гибель пациентов в достаточно большом количестве. И вот 10-летняя выживаемость, которую я хотел бы представить, это, как мы обычно, в общем-то, все к заболеваниям щитовидной железы относимся скептически и считаем, что хирургическим путем можно вылечить практически всех пациентов. Но вот интересно, что, да, действительно, при нераспространенных ранних стадиях эта выживаемость 95%, даже, видите, 10-летняя и больше прослежена. Но при этом при появлении отдаленных метастазов она снижается до 40%, что, в общем-то, представляет это исследование Романа. В 2006 году оно было опубликовано. Это база данных СИР, которую мы знаем, канцеррегистр, один из канцеррегистров американских. И вот посмотрите, что при появлении отдаленных метастазов резко снижается выживаемость данных групп пациентов. Состояние в России. Мы, наверное, в общем-то, ссылаемся на достаточно старые данные 2010 года, но они не сильно изменились, скажем так. Вы видите, что, да, заболеваемость 8,5 тысяч заболевших в год, и 424 из них – это медулярный рак щитовидной железы. Ну, где-то около 5%. Практически все больные верифицируются на первом этапе. Все, как бы, действительно хорошо. И накопление этих больных, посмотрите на учет, да, почти 6 тысяч больных, которые находятся на учете в онкодиспансерах. Что, собственно говоря, мы можем сказать с вами о том, что, да, действительно, мы первые стадии вылечиваем с вами, и это, в общем-то, влияние только, наверное, хорошей хирургической школы в России. Что делать дальше, когда процесс становится диссеминированным? И вот единственные те варианты, которые у нас существуют – это расширенное хирургическое вмешательство. Да, действительно, остается дистанционная гамма-терапия. Она есть до сих пор в рекомендациях. При больших опухолевых процессах неоперабельных мы должны об этом не забывать, что все-таки, да, несмотря на низкую ее эффективность, как, в общем-то, опция лечения, она существует у нас. Костные метастазы, естественно, при облегчении ситуации лечебной с больным и облегчении симптомов заболевания. И остается вопрос системного лечения – это химиотерапия. Когда мы ее должны применить, в каком виде и что мы должны использовать на сегодняшний день? Да, в общем-то, химиотерапия вроде как показана при неоперабельных рецидивах медулярного рака щитовидной железы и при диссеминированном медулярном раке щитовидной железы. Все вроде бы ясно. У нас есть пациент, есть отдаленные метастазы, значит, нам нужно его лечить у химиотерапевта. Дальше встает вопрос, чем. Ну вот еще, наверное, лет 5-6 назад я слышал такое выражение, когда больной попадал с диссеминированным медулярным раком щитовидной железы к онкологу, тот говорил, вы знаете, все вот ерунда, вам надо сейчас срочно начинать настоящую химиотерапию. Да, применялся препараты доксоробицин, цисплатин, докорбозин, но, собственно говоря, вся химиотерапия у этих пациентов всегда сводилась к тому, что это быстрый натиск этих препаратов, быстрый набор кумулятивной дозы, высокая токсичность, и, собственно говоря, на этом все заканчивалось. Я немножко потом коснусь этой ситуации, как это выглядит в жизни. Наружное облучение, да, мы его применяли, естественно, и до сих пор применяем. Химоимбилизация при метастазах в печени, всегда остается вопрос, нужна ли она вообще на сегодняшнем этапе развития нашим. Это традиционно используемые препараты, которые были выбраны в свое время, в 70-х годах прошлого века, о том, что, в общем-то, да, они эффективны, были представлены некоторые работы по эффективности их, но вот сегодняшний день, уже 2019 год, постоянно обновляемая клиническая рекомендация НССН, что они говорят? Они говорят о том, что да, при наличии этого заболевания нужно применять тирозин киназный ингибитовый. И первое, они выбирают в андотониб категории 1 преферит или кабазантиниб, то есть те рекомендации, которые существуют в Соединенных Штатах Америки. При этом, еще раз подчеркиваю, я коснусь этого, о том, что существуют определенные рекомендации, принципов вообще проведения таргетной терапии у этих больных. которые говорят о том, что когда показана таргетная терапия, да, действительно, сегодня вот сказал Игорь Владимирович о том, что если действительно рецидив операбелен, то, конечно, первое, что мы выберем, это хирургическое вмешательство. Никто с этим не спорит. Но когда процесс неоперабелен, когда, в общем-то, хирургическое вмешательство может привести только к снижению качества жизни этого пациента, наверное, надо решать вопрос о применении системной терапии. Так вот, самое важное, что должно присутствовать? Должна присутствовать структурная опухолевая прогрессия. То есть опухолевые очаги вы должны все-таки увидеть. Да, должны быть симптомы прогрессирования. Повышение уровня опухолевых маркеров кальцитонина в отсутствии прогрессирования не является показанием для терапии. На самом деле, да, нам какое-то время назад казалось, что мы получаем в руки такие волшебные таблетки, которые могут излечить любого пациента. И даже, я помню, в свое время на одном из форумов предлагалось так расширить показания для применения таргетной терапии вплоть до тех больных, которые переносят первичное хирургическое вмешательство, но имеют уже повышенный уровень кальцитонина. На самом деле, в сегодняшний день от этого отошли категорически. И это ни в коем случае, конечно, не надо делать. Что имеется в виду симптомы прогрессирования? Ну, вот я вам могу рассказать такой маленький клинический пример. У меня была пациентка, которой после удаления медулярного рака щитовидной железы при высоких уровнях опухолевого маркера сохранялся диарея. Диарея настолько выраженная, что, в общем-то, пациентка просто практически присутствовала все время в одном и том же месте квартиры. И действительно, структурных очагов у этой пациентки на протяжении, я ее уже где-то 5 лет наблюдаю, они так и не появились, эти очаги. Но вот этот симптом, он единственным, чем можно было обуздать, как ни странно, на каком-то этапе, это был действительно таргетный препарат в антетонии. Мы знаем с вами, что таргетные препараты действуют, собственно говоря, направлено на белки, участвующие в канцерогенезе, и определяющие способность опухоли к прогрессии и метастазированию. В основном оказывают цитостатическое действие. Мы не ждем от них, собственно говоря, большое количество полных регрессий, полного излечения. Это препараты длительного назначения, пожизненного. Они контролируют процесс и сдерживают, собственно говоря, прогрессию опухолевого заболевания. Те мультикиназные ингибиторы, которые на сегодняшний день присутствуют в арсенале нашего лечения, это вы видите то, что здесь представлено. Но, наверное, чего я хотел бы выделить, это три препарата. Это вандетониб, ленватениб и кабазантиниб. Те, что, в общем-то, представляют интерес при лечении медулярного рака щитовидной железы на сегодняшний день. Терапевтическая активность. Посмотрите, да, вандетониб. В исследовании второй фазы 49 больных было 18% регрессии, 53% стабилизации в течение 24 недель. То есть, ну, такие интересные результаты, которые были получены на определенном этапе и приводили к тому, что фармацевтические фирмы организовывали третью фазу исследования совместно в работе с исследователями. И вот продвижение этих препаратов. Вы видите то, что касается медулярного рака щитовидной железы. Третья фаза была проведена для препарата вандетониб и для препарата кабазантиниб. То есть, те препараты, которые на сегодняшний день по рекомендациям НССН и вошли в арсенал лечения этих пациентов. Немножко я более подробно остановлюсь на исследовании ЗЭТА. Это применение препарата вандетониб. То, что сегодня показывал Замир Ирахмедовна. Действие этого препарата он оказывает действительно прямое противоопухолевое действие, непрямое противоопухолевое действие. Но в основном это точки приложения этого препарата. Подмембранные. Это сигнальные пути рецепторов IGF-R и VGF-R. И также сигнал RET. Интересно, что стандартный достаточно в общем-то дизайн этих исследований, которые нам с вами на сегодняшний день известны. Это когда рандомизация идет в две группы плацебо и препарат исследуемый наблюдение до прогрессирования. И дальше раскрытие, расслепление в случае прогрессирования. И перевод больных из группы плацебо в применении тирозинкиназного ингибитора. И наблюдение до прогрессирования. Ну, это, в общем-то, тоже достаточно не новые данные 2012 года Уэллса о том, что вендотонип увеличивает медиану выживаемости до прогрессирования. Вы видите, что в группе исследований она не была достигнута на срок наблюдения 30 месяцев против плацебо 19,3 месяца. На самом деле интересно, да, мы можем сравнить выживаемость этих пациентов до прогрессирования, вот, допустим, с радиотрефрактерным раком щитовидной железы. Там совсем другие цифры. Там группа плацебо, это выживаемость до прогрессирования 4 месяца, 3 месяца. Здесь, конечно, более благоприятное течение заболевания, но оно, собственно говоря, тоже требует определенного контроля. Выживаемость, к счастью, наверное, в общем-то, препарат на сегодняшний день срабатывает во всех группах пациентов. Мы не смогли, как обычно, это традиционно говорим, выделить точку приложения и оценить эффективность применения этого препарата. Он работает, как ни странно, в любом случае и у быстро прогрессирующих больных, и у медленных, и в том числе у пациентов, которые имеют мутацию РЭД и не имеют мутацию РЭД. Это соматические мутации, это не герминальные мутации, мы здесь оцениваем. Вы видите частота объективного ответа 45% против 13%. Это, в общем-то, достаточно неплохие результаты, которые мы можем добиться, то есть, в принципе, с использованием таргетных препаратов мы можем в какой-то степени обеспечить симптоматическую помощь пациентам. Биохимический эффект. Но я бы не стал бы на нем акцентироваться, но посмотрите, 69% против 3%. На самом деле, не всегда вот этот биохимический ответ, он нам показывает, насколько хорошо лечится пациент. Но это тоже один из маркеров, показателей эффективности лечения этого пациента. И, естественно, в процессе лечения мы должны не забывать наблюдать за этим маркером. Время до нарастания болевого синдрома. Тоже, естественно, вендотонип увеличивает его статистически достоверно. Вы видите, практически два раза. То мы, собственно, и добиваемся с вами. По поводу побочных эффектов. Обратите внимание, ни один из этих побочных эффектов не имеет на самом деле действительно выраженного явления, то есть более третьей степени тяжести. Даже диарея у этих пациентов составляет всего лишь 11%. То есть, в принципе, на самом деле, применение вендотонипа это такое, в общем-то, в какой-то степени, ну, не благо, это не усиливающее такое хорошее состояние у пациентов, но достаточно контролируемые симптомы и неплохо переносимые пациентами, в том числе, особенно учитывая, что лечение длительное, идет амбулаторно, и пациент, в общем-то, находится в большинстве своем времени вне внимания врача. Вы видите, что пациенты прекращали лечение лишь в 12% при получении вендотонипа, но это когда, собственно говоря, мы совершенно не можем справиться с побочными эффектами, которые происходят. Немножко о других вариантах лечения медулярного рака щитовидной железы, который на сегодняшний день существует. Старое исследование экзам, тоже достаточно известное, оно, правда, было не без кроссовера, то есть на самом деле исследователи пытались добиться именно увеличения выживаемости пациентов, и вы видите, что одна группа получала кабазантиниб, препарат XL-184, либо группа плацебо. Что, собственно говоря, получилось? Выживаемость без прогрессирования 11,2 месяца против плацебо 4,0. В принципе, получили такой же, собственно говоря, неплохой статистически достоверный ответ. К сожалению, на сегодняшний день кабазантиниб нам не доступен. В России он не зарегистрирован по этому показанию, поэтому данные, которые я здесь представляю, они носят, в общем-то, для вас, ну, собственно говоря, знакомительный характер на, скорее, перспективу, что, собственно, мы должны ждать. Интересна одна вещь, которую удалось выявить при применении кабазантиниба, о том, что, собственно, при наличии соматической мутации РЭД этот препарат работает намного более эффективен. Особенно это показала мутация 918-ом. Кадони, которую, в общем-то, вы все знаете, она обычно герминальная, обеспечивает развитие так называемого тяжелого синдрома МН-2Б, а здесь, в общем-то, при наличии ее соматической, это наиболее тяжелая группа больных, оказалось, что этот препарат работает наиболее эффективно, то есть это, в какой-то степени, точка приложения для этого лекарства. И вот вы видите, это то, что я говорил насчет 918-го кадона, здесь как раз представлены эти данные. Нежелательные явления по применению кабазантиниба на самом деле немножко более тяжелые по сравнению с вандетанибом. Это препарат с более такими не совсем управляемыми побочными реакциями, требующий более тщательного к себе лечения, но, к счастью, просто являющийся на сегодняшний день для нас, в общем-то, в какой-то степени запасным игроком для этих пациентов. Ленвотениб. Насколько, в общем-то, он перспективен в использовании при медулярном раке щитовидной железы? Это исследование в 2019 году было представлено, и вы видите, что на самом деле, да, действительно, этот препарат, мы знаем, насколько он эффективен при радиотрефрактерном раке щитовидной железы. При этом при медулярном раке щитовидной железы у него, да, есть активность, он увеличивает и медиану выживаемости без прогрессирования, в какой-то степени, но дает какое-то количество частоты объективных ответов, но, к сожалению, конечно, это не столь эффективные препараты, как вандотониб, допустим, или кабазонтиниб. Теперь немножко о стандартах лечения медулярного рака щитовидной железы. Вот здесь представлена, собственно, карта больной, которую я прооперировал там около 10 лет назад по поводу медулярного рака, и вы видите, что, собственно, с тех пор она и не увеличилась в объеме. А эта пациентка была прооперирована в 96-м году, и во что превратилась ее карта в течение прогрессирования заболевания. И опять же, я просто могу сказать, что на протяжении этих лет химиотерапевты неоднократно предпринимали атаки на этот процесс, именно с использованием цитотоксической терапии и не получали, собственно говоря, никакого эффекта. Пока в какой-то момент она не попалась к нам на исследование с применением препарата вандотониб, и в какой-то степени она прожила 4 года на нем, это, в общем-то, достаточно неплохой результат, да. Но при этом вы видите, я говорю, что, конечно, анамнез достаточно длительный. Я хотел бы представить небольшой клинический случай. Это пациентка 54-го года рождения. Вы видите, что да, она была соперирована по поводу рака щитовидной железы с метастазом лимфатические узлы шеи, гистологическое заключение медулярный рак, и при консультации генетик выявлено синдром МН2А. При этом еще была удалена односторонняя феохромоцитома надпочечника в 2008 году, и через 18 месяцев после тиреоидоктомии выявлено метастазы в легкие. Все достаточно давно произошло, это 2008 год. В ноябре 2009 года тогда была предпринята попытка иммунотерапии, мы таким образом пытались сдерживать прогрессию этого заболевания. В августе 2010 года пациентка, ну она такая очень специфичная женщина, она прекратила вообще какое-либо лечение и общалась с пациентом, с врачом, собственно, только на визитах. И вот интересно одно, что с 2010 года по 2016 год абсолютно не было никаких признаков прогрессирования. Я не думаю, что это связано на самом деле с действием эндорферона на эту пациентку, но в общем-то 6 лет эта пациентка никак не лечилась и никаких признаков прогрессирования не было. Вы видите, что даже уровень кальцитанина оставался одни на тот же. На самом деле, да, у пациента имелись структурные метастазы легкие, мы их видели, их видели рентгенологи, здесь не было никакой там, знаете, такой вот наведенной как бы ситуации, но при этом как бы лечение эта пациентка на самом деле не требовала. Это показывает, что на самом деле, да, при индолентном течении этого заболевания наверное не требуется применение таргетной терапии, цитотоксической терапии, а достаточно только наблюдать за этими пациентами. Но при появлении симптомов, при появлении структурной прогрессии, которая будет доказана вами, да, вы естественно должны принять вопрос о лечении пациента. Побочные эффекты. Опять же, не надо забывать о том, что все эти препараты имеют побочные эффекты. Это не витамины для усиления хорошего настроения, опять же, но это уже как бы ситуация связана с тем, что вы должны взвешивать необходимость вообще клинической пользы от препарата, сдерживание симптомов прогрессирования и порча качества жизни просто под действием таргетной терапии. Опять же, еще раз напомню рекомендации НССН 2019 года, что само по себе повышение опухолевого маркера не является показанием для лечения этих пациентов. Все остальное, в общем-то, мы с вами обсудили. Таким образом, вы видите, что тирозинкиназные ингребиторы увеличивают время до прогрессирования, но не излечивают. Имеют ожидаемые побочные эффекты, могут значительно испортить качество жизни. Но при этом вы должны тоже помнить о том, что да, действительно, медулярный рак щитовидной железы настолько разнообразная болезнь, настолько многоликая, которая, в общем-то, может как течь как индолентно, так и очень быстро. И, естественно, вы должны всегда понимать свою меру ответственности как врач, ведущий, принимающий решения о применении того или иного метода лечения. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Олег Станиславович. Будут ли вопросы? Да, есть вопрос. Пожалуйста. У меня два вопроса. В некоторых учреждениях, просто анализируя пациентов, обнаружено, означают аналоги с амтостатином этих пациентов. Ваше мнение? На самом деле, доказательной базы в итоге так и не появилось. Да, действительно, я, собственно, и сам назначал этим пациентам актриотит в различных дозировках и на протяжении достаточно долгого времени. Но, честно говоря, я там за 10 лет, наверное, работы в этой области полностью разочаровался в этих препаратах. И на сегодняшний день, конечно, если надо принимать решение, то это, конечно, и не интерферон, и не актриотит, а это, в общем-то, только исключительно тирозинки, назные ингибиторы. Либо этого пациента просто надо оставить в покое, он, в общем-то, все события, которые с ним произойдут, они будут зависеть от действий врача. Либо симптоматическая терапия локальная, то есть, допустим, это либо хирургическое вмешательство, либо рачесистотная абляция, ну, что-то такое. И второй вопрос чуть посложнее. В третьем случае медиарный рак и наследственные заболевания. И случаи МЭНов часто реализуются у детей, у маленьких детей, то есть, нарожденные так называемые предрасположенности. И у них возникают часто диссиминированные случаи, распространенные. Этот препарат разрешен и вандитоним, и кавазатзиним, кстати, тоже разрешен после 18 лет. Ваше мнение, потому что у вас есть в вашем исследовании детской онкологии, что делать в этой ситуации, если возникает у детей? Я знаю, что и в других учреждениях нет-нет, такие случаи возникают. Но мы все-таки работаем в правовом поле, то есть, если нам что-то запрещено, то лучше этого не делать. А в частности, конечно, применение у детей тирозинкиназных ингибиторов, но он наносит такой сложный этический характер. Наверное, мы не должны как бы принимать решение за Господа Бога, куда отпускать больных. Теоретически, я считаю, конечно, необходимо при наличии показаний принимать решение о лечении, в том числе и пациентов до 18 лет. Я, насколько знаю, в общем-то, на сегодняшний день это решается. Правда, проблема обычно в рамках этических комитетов. Кстати, там, когда делали обзор, выяснилось, что доза у детей в три раза меньше эффективная доза, чем 100 мг. И в этом случае, если есть этическое желание лечить пациента, помочь пациенту, то в принципе, в мире так и все и делают. Этический протокол и лечение этих пациентов. Но, к сожалению, я еще раз хотел бы подчеркнуть, что это, наверное, самая грустная часть нашей работы, потому что, когда мы лечим пожилых пациентов, немножко другой взгляд на проблему. И когда я лечу там 70-летнего человека, я, в общем-то, ну, мы с ним в какой-то гармонии уже в другой в мире. А когда вот у меня лечился 18-летний мальчик, который поступал в этот момент в университет, там, успешно, да, и учился в этом, ну, это, конечно, ужасное состояние, потому что мы его переключали с одной линии на другую, тирозинкиназных ингибиторов, и, к сожалению, это закончилось, в общем-то, все равно тем, чем и должно было закончиться при той диссиминации процесса. Спасибо большое. У меня еще возник вопрос. Илья Станиславович, какие преимущества дает в лечении в андотонимом цитридуактивная операция вот в случае неоперабельного опухолевого процесса? Я считаю, что сирогическое вмешательство в данной ситуации надо применять, когда оно в какой-то степени по решению, наверное, коллегиальному врачей, да, консилиумов, специалистов, принесет пациенту необходимую симптоматическую помощь. Это, в частности, вот мы часто сталкиваемся с вами, это как-то решение вопроса о ларингоктомии, надо ли ее применять. Я помню, где-то лет 6 назад или 7 назад мы встречались в таком собрании, и, конечно, в хирургии-эндокринологии для них-то ужас, да, выполнить ларингоктомию, ну, просто, почему-то технически там трудно выполнимая операция. Для специалистов по опухолям головы и шеи операция нетрудная, и второе, она... Приятная. Нет, она неприятная. Пациент все-таки реабилитируется, то есть он будет жить более-менее нормально. Потому что, ну, допустим, при опухолевом узле, который переходит на гортань, принимать решение о назначении тирозинкиназных ингибиторов, при том, что можно выполнить ларингоктомию, я считаю, что ее надо выполнять, естественно. Поэтому, мое мнение однозначно, что место хирургического лечения, оно, в общем-то, конечно, никак не занято, оно имеет свою отдельную точку приложения. Но таких данных пока нет у нас, да? Ну, к сожалению, да, потому что это не применение, допустим, нефрактомии, да, при раке, диссеминированном раке почки. Тут более сложно оценить ситуацию. Но я знаю, насколько, в общем-то, большинство коллег сейчас на сегодняшний день придерживаются мнения, что при диссеминированном опухолевом процессе, допустим, при распространенной опухоли щитовидной железы и метастазов лёгкие, то мы, почему не применить, пусть действительно, тиреоидоктомию? Потому что, во-первых, пациент, гибель пациента произойдёт от метастазов лёгкие, а не от стеноза трахеи, в общем-то. У нас дискуссия начала разворачиваться. Вы знаете, я позволю второй раз за сегодняшний день процитировать эпохальный труд Голубцова, где вот была собрана коллекция этих всех сложнейших больных, и которые и в грубе медулярового рака показали действительно право гражданства вот этих вот, так называемых, операций, у нас есть терапия сопровождения, а есть хирургия сопровождения, то есть, трахеостомы, гастростомы, резекция, соответственно, комплимирующих моментов в верхней грудной апертуре, РЧА метастазов в печень, лобэктомия. Значит, более того, более того, теперь я еще процитирую работы Обнинского института, в котором традиционно накопилась очень большая коллекция радиоактивного йода, и вот то, что Евгений Сергеевич привел в своей клинической практике деморфность, вот то же самое при медулярном, оказывается, медулярный рак может также давать и поликлональность, и иметь группу дифференцированного рака, и они, как ни странно, даже при экс-ювантикус назначенном радиоактивном йоде, стабилизируют поведение метастазов в висцеральные органы. Поэтому, действительно, все имеет место, и это надо использовать. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok